Присяжные вынесли обвинительный вердикт обксутенеров, в которую входили милиционеры. Коллегия присяжных заседателей Саратовского областного суда вынесла обвинительный вердикт в отношении 10 членов преступной группировки по делу о принуждении женщин к занятию проституцией. В зависимости от роли каждого обвинительный вердикт вынесен по статьям Организация преступного сообщества и участие в нем, Организация занятия проституцией, Вовлечение в занятия проституцией, Злоупотребление должностными полномочиями, говорится в сообщении Следственного управления СКР по региону. На скамье подсудимых оказались Екатерина Назарова, Наталья Киреева, Надежда Мордвинова, Сергей Нечининный, Анна Гришина, Эльвира Негреева, Олег Федосеев, а также трое бывших сотрудников милиции, Михаил Корчин, Роман Цыганков и Денис Безбородов. Уголовное дело в отношении лидера преступного сообщества Михаила Черкасина известного в сутенерских кругах Саратова как борода ранее было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. По данным следствия, с 2009 по 2010 г.г., м.черкасин с целью вовлечения и принуждения к занятию проституцией женщин организовал преступное сообщество и руководил им. Следствие полагает, что за период существования преступной организации и участниками в занятии проституцией были увлечены более 33 женщин, в том числе 4, несовершеннолетние. Потерпевшие путем обмана доставлялись из различных районов Саратовской области, а также из Пензенской, Тверской и Московской областей, а впоследствии удерживались в Саратове. Входившие в состав группы участковые полномоченные милиции, милиционер-водитель патрульно-постовой службы и сотрудник вневедомственной охраны ГУВД по Саратовской области, по версии следствия, выполняли роль сутенеров-водителей. Троим фигурантам дела, Г.Назарову, А.Наумову, Н.Кузнецовой удалось скрыться от органов следствия, в связи с чем они объявлены в федеральный розыск. Борода, формально работавший в одном из саратовских ПСЖ, на самом деле был одним из старейших организаторов проституции в Саратове. Незаконным бизнесом он занимался, начиная с 2000 года, поначалу с несколькими своими проститутками работал на пересечении улиц Астраханской и Большой Казачьей, затем переместился в район магазина Тысяча мелочей, Первая Дачная. А в последнее время основным местом дислокации отряда Бороды был пятачок около магазина Драйв Техно, неподалеку от ночного клуба Джуманжи. 1АВП 8Б12АВТ 6С1С32ФЦБ351С2ДФ0424 Ситуация, когда правоохранительные органы всерьез взялись за секс-бизнес, действующий на проспекте 50 лет октября, только раззадорила бороду на расширение своего бизнеса. После того, как в июле и августе 2009 года были арестованы многие активные участники группы Александра Петрова, Алексея Шестакова и Олега Борисова, Черкасин начал активно расширять численность своей ОПК и, соответственно, всеми возможными способами вербовать новых проституток. Поэтому деятельность подсудимого в период с середины сентября 2009 года до 22 сентября 2010 года была расценена как организация преступного сообщества, направленного на осуществление ряда тяжких преступлений. Кроме организации ОПК, Михаил Черкасин признан виновным по 22 эпизодам принуждением к занятию проституции с помощью насилия или угрозы применения такового, а также под психологическим воздействием. Четверо потерпевших от действий группировки Черкасина проституток были несовершеннолетними.